Мы живем в постгеномной эрум. Каждый человек может пойти, отсеквенировать свой геном, получить полную информацию о тех генах, которые находятся в его клетках. В одной клетке человека содержится 46 хромосом и общая длина молекул ДНК, вот этих вот, каждый хромосом содержит одну молекул ДНК. Общая длина этих молекул примерно 2 метра. На самом деле это очень длинные, тонкие молекулы. 2 метра ДНК в каждой клетке упакованы в крошечное ядро. Размер ядра примерно 10 микрон. Считается, что компактизация молекулы ДНК в клетке это примерно в 10 тысяч раз. То есть молекула совершенно фантастическим образом компактизирована. Парадокс заключается в том, что если прочитать геном не представляет особой сложности, то мы до сих пор не понимаем, как этот геном компактизируется в клетке. И эта проблема, которая исследуется уже точно больше столетия, очень далека от своего разрешения. И периодически происходят истории, когда приходится кардинально менять наше представление о том, как происходит процесс компактизации ДНК в составе клетчатого ядра или в составе методических хромосом. Основной принцип компактизации молекулы ДНК, по-видимому, связан с последовательным формированием все более и более толстых фибрил. Молекулы компактизируются сначала в тонкую фибрилу, потом эта тонкая фибрила компактизируется в более толстую, также в еще более толстую, ну и в какой-то момент получается методическая хромосома. Эти уровни до недавнего времени казалось, что более-менее описаны. Самый первый уровень компактизации молекулы ДНК связан с ее взаимодействием с так называемыми гистоновыми белками. Существуют две основные группы гистоновых белков. Коровые гистоны, это гистоны H2A, H2B, H3 и H4. По две молекулы каждого из этих четырех гистонов формируют такую белковую структуру, которая по форме напоминает шайбу хоккейную. И вот на эту хоккейную шайбу наматывается молекул ДНК. Молекула ДНК, тонкая-тонкая двухнанометровая молекула ДНК, делает 1,7 оборота вокруг этой шайбы, дальше идет линкерный участок и дальше идет следующая шайба и так далее, и так далее, и так далее. Эту структуру можно увидеть в электронный микроскоп, она получила название бусины на нити. И толщина такой фибрилы примерно 10 нанометров. Это считалось в течение очень долгого времени первым уровнем компактизации молекулы ДНК. Что интересно, в самом начале изучения, когда появилась электронная микроскопия, а без электронной микроскопии изучать компактизацию ДНК невозможно, предполагали, что это главная и основная и единственная фибрилы, из которой потом как-то формируется хромосома. Связано это было с тем, что с методом изучения. В электронный микроскоп невозможно смотреть живую клетку. Электроны не могут пролететь через толстые объекты, поэтому объект должен быть очень тонким. И с этим связано, что смотреть можно только мертвые образцы. Как образец сделать мертвым, это уже зависит от состояния техники эксперимента. Обычно для того, чтобы... Естественно, надо, чтобы все компоненты остались на своем месте, и структуры максимально сохранились от своей особенности, которые свойственны ей в живой клетке. Для этого используют разные самые жидкости, которые наливают на клетку. Они клетку убивают, и в идеале они фиксируют состояние всех компонентов там, где это было в живой клетке. Это процедура фиксации. Первые фиксаторы, которые использовались в электронной микроскопии, первым фиксатором хорошим, был тетрокситосмия. Тетрокситосмия хорошо фиксирует липиды и очень плохо связывает нуклеиновые кислоты, белки. И поэтому в клетках видели именно десятинометровый фибрилл. Потом появились более удачные альдегидные фиксаторы, которые умеют взаимодействовать уже с белками. Они фактически сшивают все внутреннее пространство клетки в такую сеть, связывая белки, находящиеся рядом друг с другом. И такие фиксаторы уже более удачные. И вот когда были использованы альдегидные фиксаторы, оказалось, что никакой десятинометровой фибриллы в ядре обнаружить не удается. Обнаружить в хромосомах не удается. Обнаруживается более толстая фибрилла, которая получила название элементарной хроматиновой фибриллы. Ее толщина примерно 25-30 нанометров. И в течение нескольких десятилетий считалось, что именно эта фибрила и есть основной структурный элемент компактизации ДНК. Когда используются, неважно, альдегиды или что-то еще для фиксации, это химическая фиксация, с клеткой, все это понимают, могут происходить самые разные изменения. И количество неправильной информации достаточно велико. Бывает так, что во время фиксации какие-то белки меняют свою локализацию или вообще экстрагируются из клетки и уходят. Сейчас есть техника прижизненных наблюдений. Можно сравнить, что в живой клетке, а что после фиксации. Фиксация приводит к многочисленным артефактам. Поэтому всегда очень хочется найти способ более нативно изучить структуру, в том числе и хроматином. В том числе и в электронной микроскопии. Но как быть в электронной микроскопии? Смотреть целую клетку прижизненно точно нельзя. Клетка должна быть нарезана на очень тонкие-тонкие срезы, 30, 50, 70, 100 нанометров, но не толще. Толще просто электроны не пробьют. И технология, которая позволила более-менее нативно посмотреть в электронный микроскоп на клетку, она была разработана. И связана она уже с использованием не химических фиксаторов, а с использованием физической фиксации, а именно замораживания. В теории клетка это такой водяной пузырёк, в котором плавают разные молекулы. И если это заморозить, то, наверное, будет всё хорошо. Проблема известна. При замораживании формируются кристаллы льда, которые всё разрушают. Биологические макромолекулы вообще очень нежные. Разрушат всё до невозможности. Но можно не просто заморозить, а перевести воду в витрифицированное состояние. Если замораживать с очень большой скоростью, кристаллы льда не успевают сформироваться. И вода в состоянии жидком фактически просто стабилизируется. Молекулы перестают дефунтировать с огромной скоростью. Вся структура стабилизируется. Но это фактически твёрдая, но вода. Там нет ни кристаллов, ничего. Задача была именно в том, чтобы перевести в такое состояние. Самый простой способ перевести в такое состояние – это взять очень-очень маленькие капельки и быстро их охладить. И если это сделать, то будет то, что в этой капельке, сохранить свою нативную структуру. И вот если посмотреть на образец в витрифицированном состоянии, можно надеяться, что да, мы увидим, как на самом деле нативно выглядят те или иные органеллы, структуры, молекулы ДНК компактизированные, всё что угодно. Сделать это достаточно сложно, технология развивалась очень долго. Самый простой способ, который применяется сейчас очень активно для изучения разных белковых молекулокомплексов, вирусов, рибосом, связан с тем, что образец, раствор, в котором находятся эти макромолекулярные комплексы, с невероятной скоростью опускается в жидкий этан. Температура низкая и очень быстро происходит замораживание. Но в случае с клетками, по крайней мере, с клетками животными, такой метод уже работает гораздо хуже. Они всё-таки большие. Вот для такого подхода они большие. Технологии развивались и были предложены способы, которые позволили заморозить уже целые клетки, клетки человека, скажем. Один из подходов заключается в следующем. Образец одновременно очень быстро охлаждается, и он попадает под высокое давление, в зону высокого давления. Высокое давление при замораживании, как известно, вода немножечко расширяется, и плотность льда меньше, чем плотность воды. Высокое давление не даёт увеличить объём, и как следствие вода не кристаллизуется и сохраняется в ветрифицированном состоянии. На словах это очень просто. Потому что на самом деле и прибор сложный, и работать на нём сложно, и получить на нём хорошие результаты – это на самом деле искусство. До сих пор искусство. Но если вот так заморозить, то образец переходит в ветрифицированное состояние, то есть произошла физическая фиксация. Большие образцы так заморозить невозможно, но микроскопические кусочки ткани, даже ткани, не говоря уж про отдельные клетки, можно. Дальше это лёд. Его можно, поскольку в замороженном состоянии, его можно тонко-тонко порезать. Естественно, это тоже специальные приборы, которые в замороженном состоянии производят резку. Дальше замороженные же срезы можно перенести в электронный микроскоп. Естественно, образец должен постоянно охлаждаться жидким азотом. И вот тогда на него можно посмотреть в электронном микроскопе фактически в нативном состоянии. Насколько нативно это состояние, конечно, и даёт некоторая дискуссия. Но в теории, конечно, если бы таким образом заморозили клетку, а потом её очень грамотно бы разморозили без образования кристаллов льда, наверное, она бы даже ожила и продолжала жить, пользоваться, синтезировать разные вещества, кушать, всё что угодно. Но это сделать, к сожалению, не получается. Но, тем не менее, есть надежда, что это более нативное состояние. И вот когда на такие срезы посмотрели, причём изучали, как интерфазные ядра, где хроматин компактизирован по-разному, компактизированный хроматин сильно компактизирован, и есть диффузный хроматин, там гигиен, где идёт активный синтез РНК, там уровень компактизации меньше. Смотрели и на методические хромосомы, где весь хроматин компактизирован. Вот удивительно оказалось то, что ни в тех, ни в других образцах элементарную хроматиновую фибрилу не нашли. Её просто не было. Нуклеосомы прекрасно видны. 30-ти инометровой фибрилы, элементарной хроматиновой фибрилы нет. Ситуация получилась с точностью до, наоборот, по сравнению с тем, что было на ранних этапах изучения компактизации хромосом. Тогда сначала думали, что есть нуклеосомная десятинометровая фибрила, ничего другого нет. Потом оказалось, что это не так. Люди спорили, дискутировали, писали статьи. Пришли к выводу, что, скорее всего, как раз нуклеосомной фибрилы её нет, а есть элементарная хроматиновая фибрила. А здесь получается, что надо идти обратно и говорить, что элементарная хроматиновая фибрила – это артефакт, её нет, а есть нуклеосомная фибрила, тонкая нуклеосомная фибрила. Это достаточно неприятно для тех людей, которые всю жизнь считали, что вот есть два уровня компактизации, а тут оказалось, что одного из них нет. Более того, оказалось, что сейчас можно за отдельными нуклеосомами следить прижизненно. И оказалось, что нуклеосомы внутри ядра, они нестабильны, они дефундируют, они немножечко двигаются. И тогда возникла идея в том, что на самом деле, почему получается так, что мы не видим вот эти элементарные хроматиновые фибрилы. Элементарные хроматиновые фибрилы, если бы они были, они находятся близко друг к другу. Нуклеосомы движутся, и они как бы способны проникать друг в друга. Также отсутствие элементарной хроматиновой фибрилы, пусть косвенно, говорит о том, что нуклеосомы могут взаимодействовать, взаимодействие гистоновых белков происходит не только в нуклеосомах, но и, скажем, между отдельными фибрилами. Это, в принципе, известный факт, это так и есть. И более того, сейчас очень активно развивается направление, когда пытаются компьютерно симулировать компактизацию хроматины. Это довольно сложный процесс, требуется использовать суперкомпьютеров. Но, тем не менее, удается просчитать, как, просчитать в компьютере, как должна компактизироваться молекула ДНК. И, с одной стороны, да, вот некий отказ от старого, с другой стороны, новые возможности. Это более динамичная структура, в которой фибрилы, отдельные молекулы могут проникать друг в друга фактически. Именно поэтому, из-за того, что они проникают друг в друга, они лежат на расстоянии друг от друга, мы их не видим. Если бы они лежали друг от друга, мы бы их видели. Они лежат рядом, они, отдельные нуклеосомы, способны проникать из одной фибрилы в другую. И формируются не отдельные фибрилы, а общий такой расплавленный раствор нуклеосомных фибрил. А откуда же берутся элементарные хроматиновые фибрилы? Их же видели много десятилетий. Ну, и здесь все оказалось очень просто. Если провести фиксацию, обычную альдегидную фиксацию, а потом тоже изучить это в замороженном состоянии, то тогда 30-ти нуклеосомы, элементарная хроматиновая фибрила будет видна. Это артефакт фиксации. За счет того, что фибрила сжимается при фиксации, она видна. А если бы она не сжалась, то мы бы видели единое поле расплавленных молекул, компактизированных с помощью гистоновых белков ДНК. Продолжение следует...